Жить вопреки всему. На палеотивном сопровождении в Югре сегодня находятся почти 2,5 тысячи человек. Это те пациенты, которым вместе с медицинской помощью не меньше нужен и простой уход. Из стен больницы они уже вряд ли отправятся домой. В прошлом году наш округ одним из первых начал развивать службу палеотивной помощи. В частности, обучать медицинских сестер и родственников неизлечимо больных. Помогать некоммерческим организациям открывать подобные центры для пациентов. А в Сургутской городской клинической больнице недавно появилась выездная бригада, которая помогает ухаживать за такими маленькими пациентами родителям. В день инвалида в детском палеотивном отделении этой больницы побывала Ольга Придоха. Здесь свой мир. В коридоре этого отделения всегда тихо. Всего-то пять маленьких пациентов, для которых больничные стены стали вторым домом. Обратно они вряд ли вернутся, ведь без аппаратов искусственной вентиляции уже не могут дышать самостоятельно, как и кушать без зонда, а еще видеть и слышать мир. 11-летняя Вера Никитина живет здесь, в детском палеотивном отделении Сургутской клинической больницы, уже больше года. Вера родилась с серьезным поражением головного мозга, а прошлой зимой перестала дышать без помощи аппаратов. Попали сюда в реанимацию больше года назад. До этого ребенок сам дышал, потом произошел сдвиг небольшой, и ребенка посадили на аппарат искусственной вентиляции легких. До сих пор так она остается на аппарате. Основную работу медперсонал выполняет. А мы, ну что, повидаться, самое главное, где-то как-то что-то быть рядом. Сургутская городская клиническая больница – единственная на весь город, где могут принимать маленьких пациентов на палеотивное сопровождение. Причем уход осуществляют не только в стационаре, но и на дому. С июня этого года в больнице организовали выездную палеотивную службу врачей, медсестер, социальных работников и клинических психологов. Палеотивную помощь Сургутская городская клиническая больница оказывает с 2016 года. С 2019 года, с июня месяца, у нас открыта выездная палеотивная служба. Оно работает на пять коек, и дети получают палеотивную помощь непосредственно в стационаре. А выездная палеотивная бригада оказывает помощь на дому в плане социальной, психологической и медицинской. Жизнь здесь, вопреки всему, не остановилась. Каждый день к своим детям могут приходить их родители, приободрить и хоть капельку облегчить жизнь маленьких пациентов, прикованных к трубкам, аппаратам и больничной койке, готовые волонтеры. В Сургуте недавно, например, появился клуб «Добряков». Добровольцы приходят в гости к таким детям домой с подарками и тортом, а в будущем планируют подружиться с теми, кто находится и в палатах. Они, в принципе, такие же люди, как мы. Они даже, может быть, где-то чище, чем мы, лучше, чем мы. Они все понимают, вне зависимости от их диагнозов. Они реагируют. Поэтому для них очень важно даже вот тактильное какое-то общение. Они очень хорошо все реагируют на голос. То есть с ними можно говорить и можно читать. Ну, волонтер может прийти почитать книжку. К слову, доброты обогреть других тоже особенных, но непалеотивных детей хватает и у родителей, которые теперь живут на два дома. Своего обычного и больничного. Иван и Ольга Никитина накануне Нового года всегда дарили подарки малышам из особенных семей. В этом году от доброй воли, несмотря на сложность своей жизненной ситуации, они не отказались и решили закупить в отделение, где находится их дочь, пусть не игрушки, но не менее важные и нужные для маленьких пациентов вещи. Про такие детей, кстати, знает очень-очень мало людей в Сургуте. Некоторые даже не знают, что существует такое отделение палеотивное. Но мы решили им сделать подарок на Новый год. Никакие там либо игрушки, либо еще что-нибудь. Все же жизнь необходимая. Новый год эти дети встретят не в кругу семьи, но маленькое чудо не обойдет стороной и их. Дед Мороз тихонько, чтобы не потревожить, положит им под елку матрасы, подгузники. Средства гигиены и то, что хоть на толику поможет облегчить их жизнь.